Кали Капурана, глава двадцать пятая, творение Варахи. Перевод Андрея Игнатьева. Маркандея сказал, «Бог по имени Кала производит творение, поддержание и разрушение, прервать его нельзя. Пралая же частью его образована». После того, как эта часть Пралая завершилась, желание творить появилось у могущественного Высшего Брахмана, имеющего природу знания. Тогда Пракрити он взволновал своим разумом, и она, состоящая из трех гун, стала способной ко всем делам. Как только благодаря одной своей близости запах будоражит ум, так и Парамешвара благодаря желанию создать мир. Тот Брахман, Парамешвара, возбуждает и является возбуждаемым, и из-за вбирания в себя и раскрытия миротворения он также является Прадханой. Лишь благодаря одному своему желанию творить, Пуруша, Парамешвара, повелитель мира взволновал тогда Пракрити. Из равновесия гун, в котором находился познающий поле, явление гун во время творения произошло. Из татвы Прадханы, приведенной в движение, появилась Махаттатва в начале, и Прадхана сокрыла ее в себе. Из нее, сокрытой Прадханой, явилась Аханкара с аспектами Вайкарика, Тайджаса и Тамасических Пхутади. Тройственная Аханкара, что родилась из Махата прежде, она же является вечной причиной элементов и органов. Тот Махата Ханкару, только появившуюся, в себе открыл, и пять Танматор появились из нее, сокрытой. Сначала Танматора Звука, затем Танматора Осязания, третий Танматора Формы, потом Танматора Вкуса. И пятой Танматора Запаха, эти по очереди появились, и одну за другой все Танматоры Аханкара сокрыла в себе. Произошел из Танматоры Звука Акаша, чьим качеством является звук. И Танматору Звука, а также Акашу, Пхутади в себе сокрыл. Из Танматоры Осязания, связанной с Танматорой Звука, воздух произошел, обладающий качествами Осязания и Звука. Из Танматоры Формы, находящейся в соединении с Акаши и Воздухом, огонь произошел блистающий, который разгорелся повсюду. Он появился, наделенный качествами Звука, Осязания и Формы. Затем появилась вода, и с соединенной с Акашей воздухом и огнем Танматора Вкуса, и она заполнила все кругом. Воды и сила поддерживания Вишну, наделенного неизмеримым блеском, понесла лишенные опоры, волнуемые ветром. В них семя сначала выпустил Парамешвара, и оно превратилось в золотое яйцо, блестящее, как солнце, созданное из элементов, начиная от махата и вплоть до специфических. Наружи, относящимися к тамасическому пхутадии, водой, огнем, воздухом, акашей, в десять слоев было покрыто яйцо, а пхутадий покрыт махатом. Как семя было покрыто внешними элементами, так и яйцо Брахманды, несравненное было покрыто водами и прочим, одважды рожденные. В середину того яйца сам Вишну свое тело в образе Брахмы поместив, в течение одного года по счету богов, находясь там, взял семена по своему разумению. Силой мысли, яйцо надвое разделив, он оставался в нем лишь мгновение, а затем из всей совокупности Танматор, начиная с запаха, он сотворил землю. Осязание, звука, всего множества форм, запаха и вкуса вместилищем стала земля, будучи созданной из тех Танматор целиком. Канакачала и прочие горные хребты образовались из состоящих из тех Танматор оболочек зародыша, из околоплотной жидкости возникли семь океанов, а из двух плеч – небеса. Из двух плеч, находившихся в другом месте, появились семь обители змеев, называемых Патала, великое счастье дарующих, где сам Махеша стал пребывать. Из света того зародыша возник мир, известный как Махарлока, а из ветра, гулявшего в утробе – Джанарлока. Из силы мысли Тополока прекрасная возникла, а из верхнего движения яйца – Сатьялока. Выше тех частей Брахманды прибывает Вишну Ачюта. Высшей обителью называют то место стойкие, через знание, достижимое крайний предел являющее. Таким образом, произведя творение, он принял собственную форму Вишну ради поддержания мира. И от того, что он получил собственное телесное воплощение, Вишну прославился под именем Самосущий. Затем Вишну принял облик огромного вепря для того, чтобы поднять землю из преисподней. Он стремительно опустился вниз и поддел посередине опустившуюся землю на клыки, чтобы нести ее. Держа землю на концах клыков, он устремился вверх, преодолев толщу вод. И потом принял форму змея Ананты с семью капюшонами для того, чтобы нести землю. Подняв землю на среднем капюшоне и распростя остальные, он поднес ее над водами, сам на водах пребывающий, и тогда вепрь оставил землю. Все капюшоны были распростерты, один из них на восток, другой на запад, два прочих на север и юг. Один на северо-восток и другой на юго-восток. Один находился под серединой земли, а тело самого Ананты пребывало на юго-западе. Северо-западное направление оставалось пустым, и земля в том месте прогнулась. Поскольку Ананта с его длинным телом не мог удержать землю на воде, Хари, приняв облик черепахи, стал нести тело Ананты. Поставив лапы на нижнюю часть Брахманды, черепаха, вытянув шею на северо-запад, стала держать на спине Ананту. Изогнувшись на спине черепахи девятью кольцами, Ананта с его огромным телом легко удерживал землю. Чтобы на капюшонах Ананты колеблющаяся земля стала устойчивой, Вараха сделал горы неподвижными. Меру ударом копыта в землю вогнал он разрыв землю посредине. На шестнадцать тысяч йоджин в преисподнюю вошла огромная гора под ударом копыта Варахи. На тридцать две тысячи йоджин распростертой вершиномеру стала благодаря тому удару. Границу владыки гор по ее сторонам установил вепрь, чтобы не колебалась эта гора, держащая землю. Для Гималаев и прочих гор в одну пятую от меру высоту определил он ударом копыта. Тогда Брахма, совершив поклон Варахи, обладающему великой мощью, из потаенного места породил бога богов в форме Артханаришвары. Едва только появившись на свет, он громко зарыдал, и Брахма спросил его плачущего, «Отчего рыдаешь ты?» «Имя дай мне», — ответил ему Махешвара. «Из-за рыдания будет тебе имя Рудра, и не рыдай более облагородный». После этих слов он вновь рыдал еще семь раз, и тогда другие семь имен дал ему Брахма. Шарва, Пхава, Пхима, Махадева — четвертое, Угра — пятая, Ишина — шестое, Пашупати — последнее. «Как я разделил свое тело, так свое раздели и ты для обширного творения. Ты также владыка созданий». Тогда Брахма разделился надвое, и одна часть стала мужчиной, а другая — женщиной, и той женщины Господь произвел Вирадж. Ему рек Пхагаван Брахма, «Произведи творение о владыка созданий, предавшись подвижничеству». Придавшись подвижничеству, Вирадж Ману Своям Пхуву породил и тот также удовлетворил Брахму подвижничеством. Довольный им силою мысли для творения, он создал Дакшу. После того, как Дакша был создан, творец, перед которым Ману склонялся десять раз, еще произвел десять других сыновей, мыслью порожденных. Маричи, Атрии, Ангираса, Пуластью, Пулаху, Крату, Прочетоса, Васиштху, Бригу и Нараду. Произведя их силою мысли, к Ману Своям Хуве вновь обратил речь владыка миров «Вы должны творить», и затем исчез. Так даже вепрь, рылом выкопав семь океанов, на земле их создал высший повелитель. Во время семерых своих путешествий, создав семь океанов, он отделил их семью материками и дошел до края земли. Состав кору Лока-Лока в качестве ограды земли высотой в двести тысяч йоджин. Крепкий воздвиг установил он ее, подобно стене дома. Мною рассказано вам, о Брахманы, об изначальном творении, о вторичном творении поведаю, слушайте же, о Великие Риши. Так в Каали-Капуране заканчивается двадцать пятая глава, называющаяся «Творение Варахи». Субтитры создавал DimaTorzok